Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, и это 25 урок. В этом уроке мы с вами научимся ставить шаблон на наш движок Joomla. И мы, конечно же, должны понимать, что мы ограничены с вами в плане дизайна, так как мы не обладаем специальными знаниями, мы можем рассчитывать только на смену элементов на свои. Вы должны это понимать. Конечно, мы можем поменять местами модульные позиции, конечно, мы можем что-то отключить, что-то добавить, сменить цвет, размер и так далее. Мы должны вот этот момент учитывать. Поэтому, когда вы выбираете шаблон, вы должны очень внимательно к этому подойти и выбрать шаблон, который вам понравится, где вы замените, грубо говоря, все данные на свои, и у вас будет готовый сайт. Вот так выглядит именно QuickStart, быстрый старт данного шаблона, о котором я разговаривал с вами в прошлом уроке. Дело в том, что здесь картинки заменены, потому что у них все строго с авторскими правами, и на ихнем демо картинки имеются, а QuickStart, который они предоставляют на скачивание, они картинки заменили вот на свой логотип. Вот так выглядит сейчас наш шаблон, наш сайт. Сейчас мы эту ситуацию изменим. Так, как ставятся шаблоны? Вы переходите в админку, переходите в расширение, менеджер расширений. Все шаблоны, расширения, модули, плагины, компоненты, все устанавливаются через вот этот вот файл пакета. Есть еще, возможно, установка из каталога, установка из URL. Вот, установка из каталога, редко пользуюсь, это может пригодиться, если расширение очень большое, и вот таким обычным загрузчиком не устанавливается на Jumo. Ну, может быть, об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Как вообще происходит? Мы, по сути, устанавливаем шаблон через вот это вот поле одним нажатием кнопки, да, ну, там кое-что еще нужно будет нажать в самом шаблоне, сделать его по умолчанию, чтобы шаблон стал активен. И, по сути, шаблон у нас уже все, он уже как бы прикрутился. Там останется только его настроить по дизайну, по таким вот параметрам. Еще есть вот такая вот здесь наверху джеб-вкладка, то есть нам предлагают установить такую вкладку, чтобы мы могли прямо из админки выбирать из официального репозитория какие-то расширения дополнительные, плагины, шаблоны, которые мы хотим установить. То есть вы можете либо отсюда из админки это делать, либо качать с официального репозитория. Мы с вами оттуда качали уже Joomla. Саму Joomla. Если вам это окно будет также раздражать, вы нажимаете вот здесь крестик и скрыть сообщение. Выбираете, сохранить и закрыть. Все, больше оно здесь появляться не будет. Вы можете либо нажать кнопку «Выбрать файл» и найти шаблон с компьютера, либо можете на отдельном окне найти папку с шаблоном и просто мышкой вот так перетащить вот в эту область. Файл не выбран. Отпустить и нажать, загрузить и установить. Вот так выглядит процесс загрузки. И установка шаблона у нас успешно завершена. Следующее действие, которое мы должны сделать, мы должны перейти в расширение менеджера шаблонов и назначить новый шаблон по умолчанию. Он у нас появился в списке шаблонов. Он находится, вот видите, GM Services. Да, и немножко отступлю сейчас от урока и хочу вас предупредить, чтобы вы знали. Вам может это понравиться, вас это может затянуть, и вы на рабочий свой сайт начнете устанавливать кучу шаблонов, кучу расширений, плагинов и модулов. Что я сам делал в далеком прошлом, когда сам был новичком и изучал это все дело. Сразу вас хочу предупредить, на рабочем сайте лучше не делайте ничего такого. Лучше заведите отдельный тестовый сайт, если вы хотите что-то потестировать. Если вам что-то это понравится, вы потом уже смело ставите на сайт. Я клоню к тому, что если вам что-то не нужно, лишний шаблон, лишнее расширение, не надо хранить это на сайте. Это все лишняя нагрузка. Сайт будет становиться тяжелым. С каждым лишним плагином, с каждым лишним шаблоном сайт будет утяжеляться и, соответственно, дольше будет грузиться у конечных ваших пользователей. Это очень плохо скажется. Пользователи могут не дождаться загрузки сайта и уйти. И очень плохо относятся поисковые машины, обратите внимание, к сайтам, которые долго грузятся. Это также может отразиться на вашей позиции в рейтинге, например, среди ваших конкурентов. То есть, например, вы могли бы быть на пятом месте, в топе 5 Яндекса, а из-за того, что ваш сайт грузится там 3 минуты, вы будете находиться далеко-далеко позади. Имейте это в виду. И даже если у вас тут будет много шаблонов и вы будете думать, что они отключены и не работают, все равно это лишний груз. Здесь вы должны уже точно знать, какой шаблон вам нужен. Нравится он вам или не нравится. Конечно, здесь можно все удалять. Все то, что не нужно. Например, шаблон вы использовали, он вам не понравился, вы его можете удалить. Но зачем это все? Такое бывает, что расширение удалится, а в базе удалятся не все записи. Понимаете? Это нужно лезть в базу данных MySQL и чистить отдельные строки, искать. Для этого нужен определенный опыт. И чтобы не засорять базу данных, не засорять свой рабочий сайт, заведите себе на поддомене или на локальном сервере другой сайт. Там все тестируйте, что вам интересует, что вам нравится. И уже твердо, понимая то, что вам нужно, то, что действительно вам необходимо, вы уже ставите, то есть вы уже проверили это расширение, что оно не глючное, что оно самое лучшее, что оно вам очень нужно, а потом только ставите к себе на сайт. Вот такое вот небольшое отступление. Хотел я вам сказать вообще-то в самом начале урока, но забыл, да? Поэтому сейчас вам об этом говорю, вас предупреждаю. Итак, значит, шаблон вы выбрали, шаблон мы установили, и вот напротив мы пока просто ставим звездочку. Делаем его по умолчанию. Переходим на главную, обновляем страницу, и мы видим с вами вот такую картину. Очень часто такое можно встретить. Здесь из перевода говорится, что нам нужно скачать специальный плагин-фреймворк, без которого данный шаблон работать не будет. Плагин также бесплатный. Если вы перейдете по этой ссылке, вам придется регистрироваться на Templates Monsters, ну вот на этом сайте разработчиков. Если хотите, сделайте так. Но если вам в облом регистрироваться, под видео будет ссылка на мой сайт, и на сайте в статье я приложу ссылку на скачивание данного плагина. После того, как вы скачали плагин, плагин устанавливается аналогичным способом. Вы переходите в расширение, менеджер расширений, и на компьютере ищите тот плагин, о котором я вам предложил скачать. Вот он, как он выглядит, его название. Также можно перетащить в это поле и загрузить и установить. У нас плагин успешно установился. Переходим в менеджер плагинов. Нам нужно его теперь активировать. Отсортируем по отключено. Находим вот этот данный плагин Framework, и кликаем вот на этот крестик, активируем его. Если мы теперь обновим страницу, мы увидим, что у нас изменилось. Действительно изменилось. Просто как демо сейчас не выглядит, потому что здесь другие модульные позиции, по-другому они называются. Например, вот этот слайдер, это вообще отдельный модуль от этой же конторы, бесплатной, которым можно установить меню вот это, горизонтальное. Это тоже отдельный модуль. Мы с вами его поставим. Видно, что кнопки, видите, стали другие в дизайне данного шаблона. Можем перейти в подробнее. То есть, вот эти все стили, размер шрифта, все это настраивается в этом шаблоне. Видно, что цвет кнопок у всех изменился. Так, давайте на этом уроке я оставлю паузу, и мы продолжим с вами настройку шаблона в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.